Смысл сопротивляться есть всегда. Мало того, есть обязанность сопротивляться, я так считаю. Вот. Это первое. Второе. Кто я такой, чтобы им что-то указывать, советовать? Знаешь, любой из молодых, ты сейчас суться к ним с советами, любой из молодых скажет, знаешь что, вот вы в свое время сидели на диване, вот из-за этого мы сейчас вынуждены лезть под дубинки, в тюрьмы идти и так далее, потому что вы в свое время сидели на диване. И мне нечего будет сказать. Поэтому все, кто хочет как-то сопротивляться, все, кто хочет хоть как-то менять ситуацию, ну, можно только приветствовать и относиться с уважением. В России по уголовной статье о дискредитации армии задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. У него дома, а также в офисе его фонда с утра начались обыски. Основанием для разбирательства стало одно из видео Ройзмана на его канале в YouTube. Ранее политик был несколько раз оштрафован по административной статье о дискредитации использования вооруженных сил. У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Ну и, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Гибель, убийство дочки философа Александра Дугина. И здесь я хотел поговорить не сколько о событии, а сколько о восприятии этого события. Потому что, когда я это увидел в социальных сетях, во многих телеграм-каналах, в каких-то других сообществах, были к новостям открыты комментарии. И тот ужас, который я там прочитал, вел меня в какую-то глубокую депрессию. И тут я задался вопросом, а вот насколько обратим тот процесс расчеловечения, который начался после 24 февраля. Потому что, когда ты читаешь трагические новости, люди просто начали полярно делиться. Так и надо. И люди, которые выражают сочувствие. Есть ли обратимость этому процессу? Или мы уже прошли какую-то точку невозврата? Как вы считаете, Евгений Вадимович? Послушайте. Есть мирное время, а есть военное время. Военное время действует совершенно... Военное время совершенно иное восприятие происходящего. Военное время совершенно иные законы. Для участников этих событий это совершенно военное время. И понятно, что будет очень много спекуляций и так далее. Но вы вот говорите, Дугин философ, а я его всегда считал идиотом. Потому что я в свое время был вынужден посмотреть, что он имеет в виду, что за термин евразийство, посмотреть его биографию, кто он, что он. Ну, я искренне считаю, что человек не вполне здоров. Что откровенно совершенно графоман. Это не философ. С чего вдруг кто его назначил философом? Сам он философом не стал. Ну, объявляют его так. Что касается его дочери, до момента, до события, я вообще не знал, что у него дочь есть там. Кто это такая, что это. Поэтому считать ее какой-то целью каких-то спецслужб украинских я бы не стал. Тем более вот эта поспешная реакция, ну, совершенно поспешная и нелепая реакция, когда в течение суток раскрыли преступление, рассказали про какую-то девушку по фамилии Вовк, которая с апреля, с апреля проходит по всем базам. С апреля. Которая никаким образом не могла въехать в Россию, тем более три раза поменять номера, тем более на незаметном мини-купере, тем более моментально свалить и пересечь эстонскую границу. И еще взять с собой точку на всякий случай. А когда показали кадры с пересечения границы, у нее еще переноска для кота. Ну, еще кота, видимо, с собой взяла. То есть настолько нелепая трактовка. Ну, там много уже было всего. Вот. И я далек от этого. Я скажу честно, я вынужден следить, вынужден смотреть, вынужден думать. Но я далек от этого. Комментировать мне это тоже неохота. Люди, которые призывали смерть и войну на головы соседей, ну, вдруг обижаются, что соседи радостно отреагировали, что у них не стало вот такого раздражения. Поэтому мне неохота об этом говорить. Вообще, если я начну сейчас выражать сочувствие, это будет неискреннее. Врать я не умею, не хочу. Поэтому что случилось, то случилось. Каждый из участников событий знает, что и почему произошло. Но, ну, не моя история вообще, пусть сами разбирается и занимается. Но история, скажем так, история с удостоверением. Как только показали удостоверение, знаешь, ну, есть такой термин, ну, пересолили, все, ну, не надо. Ну, есть еще знаменитый мем «визитка Ярыша». Ну, оно, да, ну, что удостоверение, что на месте взрыва вы нашли или что? Или его оставила она специально? Ну, все, ну, пересолили, все. Потому что, знаешь, как в той философской выкладке, ты сказал один раз, ну, и я поверил, ты сказал второй раз, я призадумался, ты сказал третий раз, и стало ясно, что ты врешь. Ну, та же самая история. Неохота об этом говорить вообще. Потому что столько настоящего, серьезного происходит вокруг. Возвращаясь на прошлую неделю, было еще одно важное событие, годовщина этого события, хотя годовщина это громко сказано. Прошло два года с отравления Алексея Навального. И было очень много заголовков в социальных сетях, что это событие, это было одно из важнейших политических событий. И, по сути, российская история, современного российского государства разделилась на до и после. Насколько вы согласны с этим утверждением, Евгений Вадимович? — Слушай, это на самом деле событие действительно очень серьезное. Это просто отравители были откровенно пойманы за руку. Человеком, которого они не сумели убить, просто пойманы за руку. Ну, просто и взяли за ухо и вытащили, на весь белый свет показали. Это очень сильная история. То есть Навальный просто показал лицо власти. Мало того, задним числом стали понятны такие вещи, как отравление Димы Брукова, стало понятно все. Стало понятно про Карамурзу, ну и многое-многое другое. Там про Никиту Исаева тоже, ну, всем стало понятно. Еще несколько фамилий. И всем стало ясно, что власть, для того, чтобы держаться у власти, не будет стесняться ничего вообще. То есть иллюзий, я думаю, не осталось ни у кого никаких. Надо отдать должное Навальному. Конечно, это политик уже мирового уровня. Держится он очень сильно, умудряется. Он может совершенно спокойно разговаривать, совершенно спокойно говорить о том, от чего у других людей голос дрожит. И если Навальный даже в этой ситуации с карцера улыбается, то улыбка у него не кривая. Я, конечно, желаю ему стойкости и мужества, и желаю освободиться, хотя я понимаю, что при этой власти шансов очень мало. Но, тем не менее, он готов ко всему. И вот эта вот его готовность отстаивать правду, ну, это, конечно, достойно всяческого уважения. Редактор субтитров А.Семкин